всем привет дорогие друзья с вами я тут и сегодня мы посмотрим новое новую игрушку на нашем канале которая ну соответственно есть на андроиде на ios и друзья называться она будет государство выживания по-английски произнести не смогу так что уж простите ну естественно вы видите название этого видео там все это есть я долго думал над темы каким образом показать вам эту игрушку больше того на определенном моменте она мне совершенно не нравилось и я хотел даже бросить ее но но случилось не нечто замечательно я дошел до достаточно большого уровня ну наверно до середины прокачки и вступил в хороший клан хороший интересный активный клан и это сильно поменял игру поэтому я вам сегодня покажу один день человека который живет на 16 уровне и вы уже придете к выводу нужно оно вам или не нужно но сначала вы всегда сможете попробовать и сами начать посмотреть нравится вам это или не нравится но и поймите что сейчас я где-то нахожусь на четырнадцатом дне прокачки это мы с вами сейчас посмотрим как раз когда будем ежедневки проходить и так что у нас есть у нас есть вы входили в игру 6 дней подряд давайте забираем ok и получили мы какую-то плюшку и подарки так итак друзья что же я делаю здесь каждый день ну естественно раз в некоторое время мы снимаем вот такую всякую фигню который добавляется сюда но в принципе вот это вот совершенно не обязательно потому что все вот эти ресурсы которые нам требуются для много чего мы можем получить и из других мест из каких обязательно вам покажу и так вот вы зашли сейчас нам нужно будет сделать все ежедневки и я вам покажу собственно все эти активности ну первым делом мы собираем войска произведенные и начинаем их производить заново давайте начнем сюда зайдем посмотрим что у нас есть у нас есть три типа войск мне сейчас все из них мы с вами посмотрим соответственно чем они выше тем лучше те войска которые вас были произведены на предыдущих уровнях они также у вас остаются в казармах вы их можете улучшить ну и здесь получается что если вы вот например предыдущих будете улучшать то это займет 2 часа 37 минут 48 секунд если же будете делать новых то это будет занимать времени больше ну то есть дается некоторая скидка на то что типа там войска были прокачены так первым делом мы начинаем качать войска потому что вы видите здесь достаточно большой все вещи у нас есть ускорители про них мы чуть попозже поговорим обязательно они разного типа есть и есть вот такая вот блядочка иконочка мы ее запускаем и получаем запрос на помощь от клана и клан активный клан будет вам активно помогать это не сильно сыграет но будучи в роли помогающего вы будете получать плюшки тоже и подарки это я вам тоже всем все покажу дальше у нас вот здесь вот есть на такая иконочка союз мы заходим вот сюда и помогаем союзникам здесь у нас получилось что мы помогли но сколько было 50 минус 37 мы еще сюда зайдем ну то есть вот мы с вами помогли где-то порядка 13 человеком которые также делали запросы так здесь выходит вот такой чувак вы периодически надо нажимать и он какое-то количество ресурсов дает это тоже о ресурсах дальше идем сюда попадаем в следующий в полигон и здесь у нас есть другой тип рот войск ну здесь все то же самое обучить по времени то же самое значит можно предыдущих всех обучить которые у вас были ну соответственно чем ниже их рейтинг чем ниже их уровень тем больше требуется времени для прокачки да хотя нет вот здесь вот странно здесь более современной ну да ладно неважно в общем короче мы берем последний все взяли мы вот этих вот снайперов обучили опять же для того чтобы их прокачать нужны ресурсы да про которые они с вами уже говорили для чего нам фермы нужны и где их брать еще я вам чуть попозже покажу также делаем запрос на то чтобы помогли нам с окончания так здесь у нас уже все готово давайте соберем быстренько идем дальше следующее последний 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 у нас получается гараж здесь у нас моторизированные так скажем бойцы они все у нас на разных кто на мотоцикл кто на квадроциклах кто на чем хочешь кто на чем хочешь но мы соответственно забираем опять же последних топовых самых но то что у вас есть в поддержке и более слабые цен это тоже хорошо все начали мы прокачку также запросили помощи друзей ну и давайте наверное прям на этом же этапе мы посмотрим что такое помощь друзей давайте выходим выходим в космос это не самый верхний уровень но вот таким вот образом выглядит все это дело снаружи наш замок наше убежище и вот человек запрашивает помощь как мы с вами запрашиваем мы сюда заходим находим здание которое требуется помощь также как и мы запросил и получаем какое-то количество ресурсов иногда они рендом найдут иногда они бывают очень хороши то есть прям супер такие вещи которые вы будете выбивать не выбить и это ограниченное количество здесь вот сейчас у меня x3 осталось да то есть три раза мы помогли три раза еще можем помочь и можно опять выйти наружу уже из его замка и попробовать посмотреть возможно кто-то еще просит помощи вот давайте пойдем сюда поможем здесь помощи дадим также они качают войска все также мы им помогаем вот например звезды бывают такие фиолетовые здесь даже попадаются прям вообще дефицит для меня отлично отлично для чего что нужно я вам чуть попозже объясню и так и так что же представляет собой внешний мир об этом мы с вами поговорим чуть попозже наверное когда мы разберемся с тем что у нас есть внутри нашего замка нашего убежища давайте возвращаемся назад мое поселение и смотрим что же мы здесь еще можем сделать каждый день так здесь у нас есть ну биржа здесь у нас есть вип-магазин где вы можете соответственно приобрести всякие продукты и прочую лабуду за местную валюту биокапсулы и вот частности мы сейчас попадаем вот сюда вот ежедневные акции раз в день получаем с вами некоторое количество ресурсов опять же пусть они будут так биокапсулы естественно можно приобрести в магазине можно достаточно большое количество заработать непосредственно в самой игре я друзья в основном не доначу в эту игру сразу скажу задонатил где-то 300 400 рублей 400 рублей на чего и для чего я вам расскажу и делать этого не рекомендую но неважно давайте рассмотреть дальше так сюда мы с вами зашли посмотрели что у нас здесь есть это перетра ливали нам нужно чтобы значок этот ушел до ушел то здесь мы можем поменять значит вип-магазине купить дальше здесь же мы можем поменять одни ресурсы на другие м с определенным курсом то есть если вам требуется какие-то ресурсы первым делом есть смысл сюда зайти здесь можно перейти в другие магазины которые здесь есть в игре так у нас опять созрел урожей как-то он сегодня очень часто это значит что я наверно говорю очень медленно ну да ладно окей окей друзьям здесь мы все с вами сделали значит и теперь давайте посмотрим что-то еще вот еще 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 один у нас таймер остался значит припасы выносливости следующие будут даны через три часа давайте забираем потом посмотрим что в этом ящичке и здесь же здесь же это аналог вот этих вот заданий то есть мы можем сюда зайти либо сюда зайти здесь выполнить задание это так доска объявлений идет и собираем все очки которые у нас здесь вот накопились соответственно за набор этих очков здесь вот прям написано что вам нужно сделать чтобы их получить на определенном уровне мы доходим до ящика и собираем но задача дойти до максимального ящика вчера например на 20 очков не хватило я не смог этого то делать бывает такое то есть помогаете вашим друзьям сакланом соли соли цем и делайте другие задачи и все у вас получается ну и соответственно здесь вы можете посмотреть что вам дадут вот в частности биокапсула да это ну голда местная здесь ресурсы здесь тоже всякие ресурсы и превосходных него книга навыков здесь вот отличный знак тот который прям вообще супер супер мне он очень нужен они мне в дефиците все остальные машин количество их нету ну и аналогичный знак для легендарного героя это мы сейчас все с вами посмотрим все здесь я вам расскажу и так здесь мы все с вами сделали дальше дальше давайте на это зайдем на почту посмотрим что у нас на почте на новый маркер альянса не будем переходить система что у нас покажет предлагает нам всякие плюшки и подарки выбрать не будем на них обращать внимание и здесь мы собрали ресурсы нам сообщили о том что мы выполнили это задание отлично здесь опять же реклама всякое разное чтобы она нам не мешалась мы ее снимем она обычно при ее входе у вас включается и опять же помогаем нашим соли цем получаем за это одно очко в плюсик дальше вроде как мы вот все что такое вот экстренное с вами сделали и теперь нет еще не сделали вот еще есть вот такая штука данные штата честно говоря не разобрался за все это время что она дает но периодически здесь можно нажать на кнопочку и получить кучу всяких ресурсов ну я так понимаю что здесь всякие активности показываются и в зависимости от результатов того достигли в эту активность или нет вам дается какие-то призы и подарки но но это не самое главное из того что здесь есть здесь есть еще периодически выдается вот такие вот штуки сообщения и здесь могут быть просто ускорители производства либо строительства либо обучение либо еще чему-то либо какие-то очень классные плюшки и поэтому рекомендую не забивать на это дело ходить и обязательно снимать так здесь еще периодически ходит девушка несколько раз задают нам вопросы улучшение чтобы увеличить лимит похода я думаю что нет неправильно ну вот не угадал ну и ладно так отлично друзья вот еще у нас осталось одно последнее дело vip vip 4 давайте посмотрим значит увеличивается vip за вот эти капсулы на основе есть некоторое количество капсул и соответственно 100 очков vip стоит от 200 этих капсул все готово и постепенно 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 вы увеличиваете уровень vip а для чего для того чтобы когда вы его активируете вам дадут вот такие вот преимущества то есть будет стоить скорость строительства 100 время мгновенно строительство 4 минуты это то время которого вычитается из общего производства базового ресурса плюс 20 процентов защиты ресурс плюс 300 ну и здесь вы вот так вот перетыки вы можете посмотреть на каких уровнях vip вы чего будете достигать значит для того чтобы получить vip на месяц давайте наверное час на пятом посмотрим значит вот активировать vip во-первых вас что-то может быть уже на складе за какие-то выполнение креста вдаваться нам можете использовать у вас он активируется либо можете опять же за капсулу купить на 7 дней это стоит 3000 на 30 дней стоит 10000 и но я буду активировать его когда у меня будет пятый уровень vip и соответственно я накоплю вот эти вот капсулы почему почему пятый уровень потому что здесь уже вот какие плюшки есть на пять минут строительства производства базового ресурса защита ресурсов скорость строительства и активируйте vip 5 чтобы получить здесь будут получаться вот такие вот уже плюшки и подарки так что мы здесь получаем получаем вот это важно серии входа в 14 дней до друзья я был прав я играю 14 дней с 2 недели ровно и каждый день заходя вам прибавляется по 10 вот этих вот очков вот сюда вот за день да то есть сегодня 330 завтра будет 340 но начиналось можете почитать с какой суммы и сюда она добавится так ну и вот этот ящик соответственно можно будет получить когда будет vip то есть если мы сейчас vip активируем то получим его но не знаю давайте наверно уж получим фиг его знает активируем для вас то чуть 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 не сделаешь вот используем vip есть и получаем все получили но вот чтобы вот это все дело получать только на пятом уровне соответственно нужно накопить на 5 уровень vip а сейчас мы получили как за 4 уровень vip ну и для этого нужны собственно вот эти вот капсулы и друзья капсулы естественно вы можете просто приобрести купить ну пожалуйста если за рубли там или за какую-то свою валюту покупаете эту такой тоже есть принципе для доната здесь море море предложений и так выполнили мы еще это задание там различным и друзья давайте же пообщаемся на что я задонатил а задонатил я ни на что иное как на покупку тараку второго строителя сейчас он у меня проставит потому что у меня апгрейдится основной мой сити холл и соответственно я перейду с 16 уровня всего моего вот этого убежища на 17 уровень и смогу уже апгрейдить все остальные здания также до 17 уровня и возможно мы прямо сейчас даже с вами все это дело про апгрейдим продолжаем продолжаем общение тут ко мне курьер заскочил и что опять очередное задание выполнили отлично и каким образом его можно соответственно улучшить можно просто-напросто использовать ускорители так 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 это я вот цепанул потащил надо зафиксировать там есть такая опция их можно использовать ускорители которых достаточно большое количество за время пока мне не было накопилось за выполнение различных заданий опять-таки от альянса вот 49 минут посмотрим может быть там что-то еще у нас накопится и мы таким его лучшим вместе с вами все здесь давайте дальше что еще вам покажу есть нас вот такое вот еще здание где проводится поиск различных ништяков проводится это четыре раза в день продвинутый поиск каждый раз у вас накапливается и раз в определенное время есть такой вот легендарный поиск ну я так понимаю с лучшим результатом для того чтобы найти кусочки героев различные ништяки для улучшения их но сейчас мы попробуем с вами все это сделать таким вот образом это выглядит так ну в этот раз не очень повезло но вот это вот вещь хорошая для чего она нужна опять-таки узнаем с вами чуть попозже и давайте проведем вот такой поиск ну тоже не очень значит смотрите здесь есть таймер который через пять минут после того как вы провели его поиск даст возможность еще три раза да соответственно провести его между всеми этими разами будет промежуток в пять минут есть возможность вот эти вот карточки приобрести ну понятно в магазинах выбить с монстров либо в различных активностях и тогда можно эту карту будет сразу потратить там если например 5 штук сделали сразу пять штук можно будет провести но либо вот такой вариант как я вам сказал четыре раза в день можно провести ну будет с таймером все здесь мы с вами посмотрели здесь есть также сундук который тоже ищите героев получать очки поиска получив достаточно очков открывайте ящики поиска будет еще такой ящик там в ящике вполне могут быть какие-то супер ништяки ok опять мы выполнили своем какое-то задание получаем очередные очки и наверное сейчас нам дадут еще один ящик до далее биокапсулы и ускорение так ну и давайте посмотрим что у нас здесь есть в рюкзаке рюкзак это основное место хранения где у нас здесь все хранится с вами и сейчас я вам здесь расскажу что как и почему и так биокапсулы которые мы с вами получили вот таким вот образом они открывается выбирайте все можете все не выбирать нажимаете использовать и они у вас добавляются вот сюда к этому число на окей дальше опять у нас смотрите урожай прям я не знаю какой то он прям супер урожай стал мне кажется быстрее но это зависит от клана кстати и от скиллов здесь кстати есть вот такой вот еще пункт таланты они здесь разного их проучивать и здесь есть древо знаний которые вы проучиваете значит и среди них есть вот такой вот талант на мгновенно собирайте плоды двух часов производства ресурсов устанавливается 12 часов давайте нажмем использовать и вот 12 часов теперь до следующего использования нам сюда все эти ресурсы добавились окей возвращаемся опять так нет не вернемся вот нам опять какое-то почтовое сообщение пришло давайте мы его получим есть и еще знаете что мы с вами не сделали вот в этом здании производится исследование да но исследование мы сейчас делать не можем даже когда здесь ездить либо рекомендованные исследования если либо вы можете зайти в одной из вот этих трех менюшек мы сейчас зайдем и там выбрать то что требуется просто то что мы можем исследовать у нас таких исследований не осталось поэтому нам нужно улучшить уровень здания для того чтобы все это делать и так исследование вот таким вот образом они у нас выглядит прям такой длинное длинное дерево и в том числе здесь много есть ништяков например вот есть лидерство увеличивает количество походов которые можно отправить войска одновременно то есть например у вас в начале там пару отрядов есть потом вы вот это вот лидерство проучивать у вас еще один добавляется но и так далее там подобное то есть с чем дальше проходите тем больше но здесь я прям про все рассказывать не буду постепенно вы улучшаете то есть вот смотрите сейчас у нас какая ситуация вот до этого мы все проучили у них несколько ступенек есть и есть например больше коек то есть большее количество мест в казарме вы нажимаете ресурсы для изучения этого есть опять же здесь нужны ресурсы а вот для того чтобы сделать нам нужно лаборатории 17 уровня лаборатории 17 уровня естественно нас будет когда будет доступно здание 17 уровня сначала нужно будет проапгрейдить лабораторию и когда на 17 уровня будет уже здесь будет вот это доступно время вы вот можете видеть время также можно сокращать с помощью таймеров ну и вот таким вот образом выглядит и таких окон развития 31 ну не окон развития ну да обучение изучение технологии одно по развитию непосредственно кто что касается экономики ну и каких-то вот вещей по отрядам аналогичные есть по боям здесь очень большое тоже количество тому мощность увеличимся ну в общем друзья много чего есть поизучать и то же самое по экономике вот прям то что и прям отдельно непосредственно экономики касается это добыча там вот такие вот все вещи здесь здесь когда вы можете что-то изучить вам предлагается обычно на выбор два каких-то скилла те которые система считает наиболее оптимальными для вас на текущий момент изучить но сейчас у нас такого нет потому что получается у нас еще мы ничего не можем изучать так давайте двигаться дальше поможем нашим сокланом поможем вот этому челу который ходит и да и кидает нам ресурсы мы ему поможем он нам поможет так вот на чем я остановился на том что на потратил ее денежки на покупку второго строителя к сожалению по-другому получить его здесь никак нельзя это стоило в районе 400 рублей там поменьше 370 чем-то и друзья за это мне начисли какое-то количество очков я естественно как хитрован и получил я одного из героев и плавно мы переходим с вами к героям сейчас получим здесь очки значит плавно переходим к героям вот у нас наши герои изначально у вас даются два героя это первый герой который вам будет доступен это будет у нас по моему вот этот вот сержант и так друзья это первый герой который нам будет доступен и также в самом начале вам будет доступна вот эта девчонка потом она у вас пропадет ее нужно будет собирать каким образом чуть попозже расскажу ну и по факту первый отряд который вы сможете использовать это будет отряд из вот этого сержанта это будет отряд состоящий из расти и это будет отряд состоящий из призрака вот это вот прям вот самый самый такой первый отряд но мы после того как девчуля пропадет дальше значит герой как вы видите есть разных грейдов есть синенький самый такой низкий грейд есть фиолетовый чуть более высокий и супер редкий это вот такой вот золотой получается да грейд значит смотрите для того чтобы их улучшать нам нужны определенные условия ну вот например сейчас здесь по силе они у нас распределены например мы берем вот этого нашего героя расти и смотрим сюда смотрите для того чтобы увеличить нам нужно улучшить базу героев чтобы повысить вот этот лимит нас здесь получается сейчас 38 уровень но мы базу сейчас героев улучшим и после этого можно будет ему еще там добавить но не знаю наверно до 41 уровня он дойдет после того как мы увеличим здесь до вот этот вот он на уровень мы сможем улучшать вот здесь здесь вот база героев 17 уровня тоже когда будет мы сможем еще звание улучшать улучшая каждый раз звание вы увеличиваете силу героя непосредственно до определенную у нас все есть для этого помните про звездочки да я вам говорил для того чтобы здесь улучшить нам нужны вот эти звездочки и кусочки героев кусочки героев можно в активностях получать в различных либо если это золотой герой можно приобрести специальные сундуки где они будут находиться и вот эти вот куски можно использовать для того чтобы приобрести ну любого героя то есть вот например берете вот конкретно этого героя и один кусочек такой идет в обмен на один кусочек героя то здесь все как говорится много у нас всего что нужно но потратить мы не можем потому что у нас для того чтобы повысить нужно чтобы база героев была улучшена вот окей то есть он у нас сейчас на максималках прокачан для текущего уровня соответственно база героев дальше следующее следующее у нас появляются навыки ну самом начале естественно доступен какой-то первый навык и и потом по достижении определенных званий вы можете добавлять навыки точнее добавляются автоматически а дальше вы можете их улучшать используя вот такие вот книжечки соответственно для каждого типа героев не конкретного героя а по уровню грейда для каждого типа грейда героев свои книжечки для синий герой синенький для фиолетовый фиолетовый для золотых золотые ну и соответственно таким образом улучшить улучшайте их скиллы они становятся более мощными и более эффективно далее на шестнадцатом уровне почему я вещаю вам шестнадцатого уровня у вас открывается возможность делать снаряжение у вас появляется вот такое здание сейчас соберемся друзья до того как вы дойдете я достаточно активно играл пройдет две недели почти появляется вот такое вот здание снаряжением героя и вы сможете соответственно делать снаряжение героя так что вам для этого нужно будет ну вот например на примере ботинок я вам покажу ботинки моих чё их нужно вначале произвести исследование для исследования нужны вот такие вот материалы значит здесь нам пишется где мы можем получить эти материалы это либо ловушка с овечка мы кстати у нас в клане она есть либо можно платно получить получить с комплектов но друзья есть еще одно место где их можно получить я вам чуть попозже его покажу и я именно эти материалы получаю там больше того значит вот вы получили первого уровня допустим эти сапоги вы дальше можете проапгрейдить их на бронежилете я вам покажу значит то есть он уже есть мы его можем создать у нас их и есть два на текущий момент потому что герой такого типа у нас два когда мы нажимаем исследовать здесь все так точно так же происходит он у нас становится третьего уровня соответственно это будет золотой грейд откроется вот это окно вы сможете изучать более высокого уровня и получается что вы сможете точнее те вещи которые вас были скрафчены они все станут золотого уровня то есть вот у меня был например двое фиолетовых от этих вот очков я проапгрейдил до золотого и все они стали автоматически золотыми то есть мне для этого больше ничего производить не потребовалось но если я захочу их произвести допустим вот создать то мне потребуется обычные ресурсы которые тратятся на все у нас мне сейчас это не нужно поэтому мы не производим ну и естественно все вот эти вот амуниции они видите да добавляют атаки добавляют здоровья какие-то определенные преимущества делают они делятся по типам ну сейчас мы про бойца осмотрим город ровно то же самое есть для метки стрелков и для разведки об этом чуть попозже обязательно поговорим так давайте смотреть дальше возвращаемся мы с вами опять героем и поняли да то есть прокачали мы навыки запасли снаряжением и здесь в общем-то таким образом герой наш растет каким образом я понял дальше кусочки кусочки мы собираем кусочки во время прохождения различных активностей и получаем других еще героев у меня таких героев получено несколько человек соответственно я получил джейн вот мой любимый повар его я сейчас раскачиваю есть у нас вот такая вот девчуле мэдди и фрэнк они очень прикольные даются самого начала потом пропадут у вас но и так знаете для заманухи но очень прикольно вот эта собачка на прям творит чудеса на поле дальше я получил майка я получил его и я получил но фактически купил купил госпожу удачу вот по госпоже удачи я вам сразу скажу что если вы делаете какую-то покупку и получаете эту госпожу там будет такая акция фактически это вам а вообще абсолютно ничего не даст если на вот этого золотого героя нам идеи фрэнка кусочки падают мы можем посмотреть здесь сейчас нет кусочков вот этих вот вещей вообще в дефиците я так понимаю что их можно приобрести покупая пакета покупая да за деньги пакета но на нее падают кусочки я вот до 25 уровня как-то и и прокачал то вот то же самое госпожу удачи она очень прикольным не очень прикольный медведь который там огнем пыши то вообще всех сжигает ну и и чтобы глядить это только донатит друзья то есть даже если она у вас есть вот она у вас есть в отряде там 20 уровня ну можете ее к штамм использовать каким-то образом но по факту прокачать вы ее вообще никак не сможете ну по крайней мере я не нашел то есть я ее наверно купил где-то уже неделю назад но возможности прокачать пока я никакой не вижу возможно где-то потом будут падать вот эти золотые кусочки которые можно будет использовать но пока пока я не вижу поэтому если вы хотите ее именно купить и думаете вы ее купите даже будете прокачивать ну я наверное вами не рекомендую этого делать она каш клевая прикольная но к сожалению бесполезно по факту просто будут выкинутые деньги но либо как моем случае то есть если приобретаете строителя и вдобавок получаете эту девчулю тогда конечно смысл есть потому что она идет ну грубо говоря в нагрузку так давайте ответим на вопрос можно ли это сграбить ресурсы находящиеся на складе нет нельзя так отлично отлично давайте двигаться дальше давайте двигаться дальше нам всячески мешают не знаю чувствуете вы что это кусочками пишу или нет но давайте посмотрим что у нас еще здесь есть у нас есть склад который тоже улучшается можно посмотреть сведения и собственно раз вопрос такой был мы сейчас посмотрим на складе можно хранить вот такое количество ресурсов которые украсть никто не может то есть если у вас еды столько дерева металла бензина то при нападении на ваше поселение вот этот минимум останется но и дальше плюс есть еще какие-то защищенные ресурсы вот в таком количестве так есть ok что у нас здесь есть еще но у нас есть чего такой тренировочный лагерь сразу скажу я не знаю для чего нужно если нужно напишите пожалуйста потому что здесь есть лимит обучения но у меня все время получается что лимит этот не совпадает с тем лимитом которые есть на текущий момент как-то он все время превышается но будем считать что это именно так соответственно лагеря лагеря это этих четыре возможно в будущем будет больше но пока их именно столько дальше здесь смотрим что у нас есть у нас есть лесопилка по производству дерева соответственно в количество четырех также они обгоняются всем есть ферма по производству еда им также они обглядится все есть плавильня по производству стали железо не значит такое у нас идет металл вот как это здесь называется ну и соответственно бочки с нефтью или с топливом этих тоже наверное будет потом 4 но они будут с ростом добавляться здесь есть вот такое меню строительства и но есть некоторые лимит а сейчас потом здесь она появится бочечка это ее можно будет сделать значит построением здесь у нас экономические строения есть и есть относящиеся к военному делу также их здесь вот лагеря всякие мастерские госпитали призывные пункты и так далее так давайте получим сообщение окей есть далее друзьям движемся далее давайте поможем нашим друзьям отлично и что у нас здесь есть еще интересного какие здания и строение есть значит есть призывной пункт если вы участвовали в войне у вас большое количество потерь то вы можете этих людей восполнить здесь потерям то здесь начинается идти таймер и при определенном достижении вы можете соответственно компенсировать те войска которые вас были потеряны сейчас я в войне не участвовал поэтому не участвует здесь центр управления соответственно объявляйте сборы против врагов центре управления улучшать его увеличиваете лимит сбора но чем больше а лимит рейда тем соответственно лучше и при росте уровне этого здания этот лимит у вас растет по бирже я вам сказал по этим тоже сказал здесь так вот есть еще место сбора давайте посмотрим по нему совет вспомогайте союзниками с таймерами принимайте помощь от них управлять отправлять и принимать подкрепление на месте сбора если у вас его нету то вы не можете отправить отправить вам не могут отправить подкрепление то есть если вы это здание еще не построили и например на вас напал враг то со ваш союзник вам не может отправить подкреплением а ну соответственно лимит подкрепление вот здесь вот есть опять же можете посмотреть есть так давайте ответим на вопрос в чем смысл тренировочных лагерей они позволяют обучать быстрее больше дам отлично смотрите уже опять все приготовилось или я прям очень медленно говорю или у нас очень быстрые друзья есть дальше дальше у нас есть еще такая смотровая вышка значит она нам обнаруживает и приближающихся разведчиков и вражеские походы улучшает увеличивает короче улучшайте увеличиваете чтобы были эти способности улучшены но и соответственно также она улучшается согласно ответственно вашему основному зданию давайте поможем есть то здесь я думаю что тоже все понятно а можно запустить вот такую штуку и вражеских походов или разведчиков не обнаружено такой радарчик так ну по а ну и если ваши отряды ранены ну не убитые вы соответственно можете здесь вылечить причем если идет война то достаточно большое количество людей у вас участвует войне то здесь он достаточно долгое все это время и есть ускорители соответственно на лечение ну а если просто делать какие-то походы то обычно это там несколько секунд там три четыре там семь ну может 11 вот ну а если война идет поэтому могут быть уже на часы может быть счет так всем пожалуй наверное о всех мы с вами рассказали строениях которые у нас здесь есть других строений я так понимаю больше не будет вот можно продвинутый поиск использовать сейчас еще раз посмотрим с вами что у нас здесь есть ну вот неплохой дали нам кусочек героя надеюсь вы про героя все поняли так ну и мы подходим с вами к самому интересному для чего же нам нужны герои герои нам нужны ну для того чтобы во первых возглавлять отряды которые бойцов которые ходят и у каждого героя есть также некоторое влияние на на вот эти вот боевые отряды то есть вот можно посмотреть здесь военное дело каким образом влияет и соответственно исследователь каким образом влияет то есть улучшая все вот эти скиллы они тоже некоторым образом влияют на действия во время походов куда-то о походах чуть попозже сейчас поговорим непосредственно оба основных действий героев иначе смотрите есть нас такая штука обследования я сейчас дошел до пятого этапа и не могу в пятом этапе участвовать видите стоит замочек почему потому что для нам необходимых базы герой 17 уровня ну как видите на все это на развитие завязано но мы при этом можем участвовать в четвертом этапе я его целиком прошел целиком прошел и что он из себя представляет сейчас вам покажу и так на вот этом примере потому что я не уверен что выше у нас все получится здесь я как-то так более-менее уверен значит смотрите мы будем сражаться вручную фактически но фактически с вот таким вот монстром для того чтобы с ним сражаться нужны и вот такие вот булки отряд состоит из трех человек у каждого есть своя специализация соответственно мы можем цена от зайти и здесь можно поменять значит смотрите здесь у нас идет вот сейчас сержант здесь идет у нас призрак и здесь мой любимый повар идет это у нас идет стрелок ну грубо говоря даггер щек и грубо говоря танк значит посмотрите здесь когда у вас большой клан есть возможность выставить своего героя поддержки каждого из этих героев вы можете использовать один раз и если вы например проходите какую-то миссию никак не можете пройти вы можете просто-напросто вместо того героя который у вас сейчас есть во первых выбрать либо своего какого-то другого героя либо выбрать героя из вот этой вот поддержки ну то есть вот смотрите вот например у нас такой герой 38 уровня да у него мощность пятьсот двадцать один вот если мы выберем вот эту то у него будет уже мощная 799 и поэтому вы с большим успехом пройдете за это за то что вы выбрали человеку выставившему сюда в поддержку буду добавляться но определенные монеты которые он может тратить магазине об этом я чуть попозже расскажу и соответственно соответственно вы сможете пройти тот этап который не могли пройти своими силами но если получится так что вы например этот этап прошли то в следующем этапе более мощным вам придется какого-то еще героя использовать но либо свои своих докачивать чтобы пройти и еще раз повторюсь что вот эти вот герой по одному раз только можно использовать ну только вот раз в одном бою выиграли раз в другом бою но если проиграли я честно говоря не знаю то что я обычно не беру таких героев к чтобы проигрывать но наверное тоже больше нельзя использовать хотя кто знает напишите это интересно так с этим все понятно да соответственно у всех типов героев поддержки они все свои ну вот например таким образом вы можете посмотреть как будут работать те или иные герои золотые например там здесь вот например 50 уровень есть просто вообще супер мощность миллион триста двадцать один девятьсот сорок я честно говоря не очень люблю пользоваться вот этим дополнительными героями на пользуюсь стараюсь своими силами но факт остается фактом такая возможность есть и это очень здорово ну и соответственно всем выгодно и вам выгодно пройти дальше и получить больше либо тем героем который вы используете так дайте вернемся сейчас мы получим почтовые сообщения потому что вполне как я вам говорю может быть что-то очень хорошие ну вот в частности вот эти данные я отношу к хорошему них мы чуть попозже поговорим есть все собрали здесь давайте ответим на вопрос какой вид исследований выбрать чтобы увеличить скорость строительства но я думаю что развитие окей возвращаемся опять сюда у нас опять доступна карта поиска давайте откроем есть сейчас может быть еще что-нибудь хорошее привалит ну так относительно окей и еще одна карта у нас осталось мы ее чуть попозже пройдем так возвращаемся сюда с вами в обследовании на этап вот сюда да сразу вам покажу смотрите вот здесь вот есть прогноз насколько сложно все будет проходить напряженным например здесь но это может проиграть здесь рискованно здесь с большой вероятностью можете проиграть для прохождения вот этого я менял героя чтобы вы понимали мои герои здесь недостаточно будет так дальше смотрим начат будем играть вот здесь здесь у нас напряженным здесь можно посмотреть возможные награды вот здесь вот значит из возможных наград самое ценное для меня вот это потому что я качаю вот этого бойца и мне вот этих вот знаков превосходного героя очень очень сильно не хватает просто они в огромном количестве нужны наверное как нудит потом я расскажу как их фармить может быть даже в этом видео но не знаю посмотрим чтобы прям все в кучу не было в общем друзья мы идем получать вот эти штуки выбираем сразиться и дальше уже смотрим что как нам повезет есть у нас здесь есть возможность проходить вручную есть возможность автоматом проходить автоматом так вот набрали и они бегут здесь все собирают так давайте-ка выключим значит смотрите рюкзак здесь у нас на 10 бывает рюкзак на 20 но в других миссиях они аналогичным образом проходятся но при этом друзья они выпадают ну в общем есть другие миссии где больше рюкзак есть в любом случае когда рюкзак у вас заполнен на десятку то вам нужно уже будет вот чем-то жертвовать что-то себе забирать что-то выкидывать здесь у нас проходит в два этапа этапов бывает больше опять же в других похожих давайте выберем автомат так у нас есть три скорости я вам сейчас на медленный покажу все это дело но если вы уверены в результате окончании боя то можете соответственно использовать более высокую скорость и на автомате все это пройти значит смотрите друзья что у нас здесь есть на автомате они используют все вот эти скиллы в автоматическом режиме если вы вручную играете то вы можете все это делать делать вручную например раз вы можете и на автомате все это делать использовать скиллов здесь 3 от каждого из бойцов каждый из бойцов и по одному темному скиллу которым вы можете руководить и еще два пассивных скилла которые включаются ну фактически автоматически вы ими управлять не можете ну вот например сейчас сюда поставить ну тоже так а может быть даже это он не поставил я не знаю значит какие мы будем подбирать героев тоже это наверное прям целое видео но смысл в том что вот этот вот наш призрак он метает гранаты с краской также ставит бочки с краской которые когда взрываются разлетаются краской но так как я взял огнеметчика они в паре очень хорошо работают то есть этот кидает краску краска горит ну и соответственно у них очень хорошие результаты совместного боя происходят ну и таким вот образом вы можете в общем то подбирать их более эффективно там различные вариации пробовать и так далее то есть вполне возможно что я сюда могу поставить второго танка который у меня есть второй танк вместо нашего вот этого танка так сейчас секундочку ну давайте мы выкинем вот этот вот ящик и заберем конфетки отлично давайте движемся дальше у нас еще один ящик остался пять ящиков здесь в этой у нас миссия нет к сожалению не получилось не получилось получить ту звездочку фиолетовую за которой мы сюда пришли это очень жалко и обычно я каким образом делаю я просто это обои сливаю и потом захожу еще и получаю эту фиолетовую звездочку ну такой маленький лайфхак ладно все давайте мы сейчас наверное сливаться не будем посмотрим как чего у нас получится в зависимости конечно от того кто будет против нас сейчас стоять так ну этого мы наверное завалим в любом случае этому мне слиться очень сложно получается хотя может быть нам повезет и мы сольемся такое тоже возможно так уходим он периодически вот так вот метает но у нас только один герой может двигаться это наш танк вот например у нас целью поставили и мы можем уйти можно вот сюда вот прийти и сейчас мы его хорошенечко так поджарим я думаю что уже до конца он даже не успеет плюнуть да все готов но я даже когда стараюсь слиться этому обычно у меня проиграть не получается его все всегда добивает какой-то он очень слабенький кстати вот эти монстры могут варьироваться и в принципе если вы сходу не можете пройти тот или иной уровень вы можете просто дождаться когда у вас будет другой вот этот вот босс и получить то что нужно второй раз я вам не буду наверное походить проходить показывать в общем то здесь все понятно скажу что здесь периодически возникает еще такая типа полародная фотография на которую вы нажимаете ее можете либо вы получить открыть либо кто-то из членов вашего альянса это будет точка внешняя на карте туда нужно будет добраться на машине отрядом героев и пройти там могут быть какие-то заводы и заброшенные склады магазины и прочее да соответственно по этой тропе можно пройти и в других местах то есть вот вы можете тут вот здесь пройти можете пройти вот вот можете поэкспериментировать они все разные но отличаются друг от друга можете поэкспериментировать например с маленькими героями по проходить посмотреть например выбрать давайте сейчас попробуем сделать какой-нибудь такой выберем здесь мы с вами выберем например вот так вот и вот здесь выберем вот так вот и вот здесь выберем посильнее бойца посильнее танчика выберем вот такого вот все есть значит прогноз легкотня 15 ну и вот такой отряд мы с вами выбрали давайте посмотрим как это у нас будет все работать соответственно здесь вы можете посмотреть как герои ваши будут работать но еще второй вариант это посмотреть прокачанных героев и там у них уже будут все скиллы открыты хорошей мощности будут о отлично на повезло смотрите мы на автомате играем сейчас посмотрим что у нас получится вот это великолепная собачка вот таким вот образом она работает а поставили мишку вот этого ну давайте еще одного поставим то есть например если тот чувак призрак который краску метает плюс вот эти мишки это тоже может быть бонусом ну то есть вот таким вот образом подбираете собирается то есть не обязательно брать такого танка можно здесь посмотреть здесь они кидают гранаты которые привлекают заслонов здесь никаких нет ну ну тоже есть другие немножко тактики прохождения и собачка это когда ее почти убивают она отходит непосредственно к своей хозяйке и отхиливается как вы видите очень прикольная тема то есть у нас таких типа два активные чувака получается значит смотрите наш танк что умеет делать он может сам передвигаться таким вот образом и и может вот так вот еще отстреливать тоже да такая функция у него есть уровень стрельбы радиус стрельбы у него меньше здесь это можно все выставить в настройках но я таким образом здесь вот настройки есть например так вот можно сделать вот они все круги появились но здесь прямо очень много всякой информации я такого не люблю поэтому можно отключить но еще здесь вибрации по кончай битвы автоисследования окей это если вы играете на каком-то мобильном устройстве то такое есть наверное это последний у нас да последний чувак все собственно здесь как вы видите была только одна волна здесь не было монстра и мы в общем то всех победили но самое удивительное что мы притащили вот этот вот фиолетовый фиолетовую звездочку которая нам нужна для развития и это супер но я надеюсь что с этой с этим активом мы с вами разобрались по крайней мере понятно что это есть да для чего собственно для этого нужно прокачивать героев в основном для того чтобы проходить дальше но опять же и имея хороший клан можно всегда и обратиться за помощью к вашим лицам так обязательно выполнять первые задания глав да обязательно есть давайте возьмем здесь наше развед задание опять нам дали ускорение девять минут у нас осталось до строительства вот этого здания ну давайте наверное сейчас мы его ускорим с вами таким вот образом ускоритель ну оба используем да все есть проапгрейдился у нас зданием соответственно оно настало 17 уровня мы получили с вами вход в следующую главу сейчас здесь мы с вами проведем последний поиск продвинутый посмотрим что у нас получится может быть какие-нибудь важные кусочки попадут нет ничего интересного нет ну не страшно не страшно главное что такой функционал есть так и мы начинаем улучшение этого здания в то время когда оно будет улучшаться и можно будет пользоваться то есть оно не закрывается просто происходит улучшение добавляем не хватающих ресурсов соответственно еда доски или дрова дерева и металл есть ставим на улучшение 20 часов будет улучшаться достаточно долго просим помощи у союза и вторым строителем мы будем делать я обычно делаю непосредственно лабораторию для изучения различных вот этих вот наших скиллов про которые мы с вами уже говорили давайте выбираем улучшить еще тоже все набираем здесь есть есть улучшить пошла работа ну и запрашиваем помощь у союзников здесь если обратили внимание надо было раньше рассказать здесь есть инкубатор инкубатор это аналог банка вы можете положить свои вот эти вот ячейки в этот банк под определенный процент либо на короткое время под маленький процент либо на длительное время под большой процент но я так понимаю что это если вы планируете какое-то время не играть есть смысл сюда положить свои запасы чтобы по истечении этого времени там даже через месяц можно прийти и что-то получить ну некую компенсацию скажем так я этим в общем-то не очень пользуюсь хотя по большому счету можно например если на один день куда-то там уходите тоже этим воспользоваться и получить уже на больше денежек это будет тоже прикольно интерес получим сейчас на должны получить он получили еще какие-то ништяки окей друзья давайте двигаться дальше у нас здесь вот появился какое-то событие сейчас мы посмотрим что у нас здесь есть расширение поселения вот отлично мы получили с вами три звездочки есть и следующее мы получим с вами вот такую карту и вот четыре таких звездочки но мне честно говоря на текущем этапе развития вот эти вот звезды важнее нежели даже золотые потому что золотых много на улучшение золотых героев не хватает кусочков золотых героев звезды много а вот звезды нужны сейчас посмотрим куда мы можем это применить значит смотрите заходим герой вот этот красный кружочек показывает что у нас есть возможность обновления но нам пока это не нужно мы попробуем наверное не хватит нам на вот этого моего любимого толстячка повара значит смотрите заходим вот сюда нет нам хватает смотрите у нас даже с запасом получается много мы набрали звезд этих и каким образом делать вот смотрите здесь не хватает кусков героев мы сейчас попробуем их получить об этом чуть попозже поговорим либо можно их получить вот таким вот образом который я показал но мы пока не будем тратить вот эти штуки сейчас мы чуть попозже все это с вами сделаем значит еще один способ получения кусков героев помимо того что мы с вами видели есть еще такая штука у нас есть развед данные это развед данные доступные из палатки ну в частности у нас есть данные зараженных и зарытый тайник дать зарытого тайника начнем соответственно здесь вот мы получим определенные награды вот такие а можем получить еще вот такие кусочки и карту давайте выбираем найти и раскопать бой здесь не будет просто отправляем в поход бойцы пошли отлично и теперь наш отряд выдвинулся наш поисковая такая группа вот такой вот отряд и сейчас они пойдут все это дело соберут здесь у нас идет таймер здесь у нас идет таймер и по истечении этого таймера соответственно не вернуться назад нет вначале они дойдут оттуда потом будет раскопки где-то минуту потом будут возвращаться назад но и нам придет на почту сообщение их отправили пока ждем друзья здесь у нас смотрите я вчера поставил значит строится башню точнее не я поставил а мои так сказать руководителя поставили а я отсюда поставил своих бойцов для того чтобы они строили и по окончании строительства они там остались мне кстати было интересно вернуться они после строительства или нет они засели в этой башне и типа ее значит удерживают больше мне это уже не нужно мы сейчас их вернем назад отзываем из башни вот ну а башня сама по себе это одно и строение альянса соответственно она улучшает всякие ништяки вот можно среднем посмотреть сюда можно отправить войска обороны войска там все дела в общем уси усиляет они все строение ускоряет производство и так далее возвращается наш боец все вернулся значит у нас есть сейчас насколько я знаю три отряда которых мы можем отправить то есть вот там происходит исследование мы с вами идем опять разве данные здесь пока ничего не будем делать идем собирать кусочки и вот они кусочки героев идут видите да ну вот например нам нужен повар мы выбираем его четыре раза можно сделать этот рейд вот такие вот всякие ништяки несколько кусочков может быть и так далее выбираем найти отправляем сюда выбираем атаку поход и пошло значит смотрите вы видели там были баночки наверное сейчас я вам еще их покажу раз давайте мы сейчас кого-нибудь еще выберем например его вот эти баночки да так сказать стамина ну собственно говоря это не знаю vitality системы или еще что-то вот эта полоса она может опускаться до 0 когда она закончится она будет медленно подниматься вверх есть специальные наборы которые это все дело поправляют так а смотрите а у нас нету отрядов друзья у нас войск нет мы все войска отправили нужно было нажать выровнять тогда бы часть отрядов короче все отряда поделись бы на три части и можно было бы три отряда отправить но ничего мы подождем то есть у нас получается что у нас есть руководители которые могут возглавить поход но нету бойцов которые могут туда пойти вот такая тема так давайте вернемся поселение у нас произошла там с вами битва и мы сейчас здесь все соберем опять же поможем нашим друзьям и вот каким образом работает у нас медицинская палатка мы сюда заходим выбираем лечить и она некоторое количество времени лечит может также запросить с альянсников за помощью ну когда у вас мало секунд смысла наверно этого делать нет а вот когда там часа на два у вас и лечение то тогда конечно же есть так есть смотрим здесь нам приходит сообщение все у меня уже голос немножко стал подсаживаться значит выбираем награды за победу здесь у нас мы за поваром ходили как раз нам кусочки нужно были и они нам достались забираем ну и помимо этого другие прибамбасы это тайник который был по первой наводке нам одну карту дали из хорошего ну здесь опыт шеф есть когда есть так друзья давайте посмотрим рюкзак рюкзаке у нас есть эта карта который мы получили есть вот такие вот медальончики которые нужны для того чтобы улучшать шефа использовать и об этом мы сейчас поговорим значит вот здесь вот есть у нас шеф во первых здесь мы можем выбрать свой логотип чик по умолчанию это одно из лиц вот этих вот бойцов когда мы их выбираем у вас ваш герой если здесь нет никакого логотипа загруженного из вашей системы здесь геройчик получается один из вот этих вот ну то есть это так как вы типа выглядите чем больше героев вы здесь открываете тем больше они у вас их здесь появляется нам разве сообщение пришло так давайте вернемся отсюда это внешность у нас здесь же есть принадлежность к союзу штату к округу блин здесь только еще рассказывать я даже не знаю уже мы столько время с вами пишем но я постараюсь наверно рассказать муж не знаю насколько вам все это будет интересно наверно просто зайти совет посмотреть ну да ладно так и есть такая штука как таланты вот те жетончики которые мы с вами потратили они улучшают уровень вашего шефа и когда новый уровень и вы получаете вы получаете некоторое количество талантов которые вы можете тратить либо на экономику который вот там улучшают различным образом данный проект повышать скорость сбора еды в глуши либо на какие-то военные но я стараюсь так более-менее равномерно все это распределять на там три очка сюда 3 очка сюда но тут могут быть разные тактики можно наборы там различные делать вот активируйте веб-12 выше получить доступ к этой функции пожалуйста это вот это желтенькая полосочка вот это вот виталка вашего шефа вашего руководителя который мы сейчас посмотрели а это они пасы ваш вашего непосредственно вашего не вашего клан лидера там и замы и прочее а именно вот вашего руководителя поселения и вот это его опыт на который увеличивается тем способом который вам сказал так давайте соберем что у нас здесь есть далее нам какие-то данные хорошие хорошие данные далее полезно давайте соберем здесь все что у нас есть соберем здесь есть и отправим отряд так вот вопрос там еще какой-то хотят задать ну наверно военное дело да отлично давайте отправим еще на поиск нашего толстячка нашего повара заходим разве данные вам все это система вас научит как для чего почему найти и отправляем туда атака вот здесь можно выровнять и он будет просто треть делать но смотрите на прогноз смотрите на прогноз так зашибись сейчас секундочку друзья все сбилось у нас все смешалось вот так у нас вполне устроить все есть уехали наши друзья товарищи мы сейчас еще как у кого-нибудь попробуем здесь вот например для другого типа да и есть тоже вот так вот прям вернемся в поселение с вами посмотрим что у нас еще в рюкзаке периодически нам дают вот такие вот ящики по таймеру которые вы мы с вами вначале смотрели если мы его используем то здесь добавляется малая стойка шефа которые как раз нужно для того чтобы наши отряды ходили по карате и пакет хлеба здесь вот 6 . добавляется это для того чтобы ходить и собирать плюшки вот в подземелье крупно говоря ну или как она там называется сейчас я вам точно скажу вот 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 сюда вот ходить ну давайте поиск проведем раз уж так получилось ну неплохого герою получили кусочек это хорошо вот сюда вот ходить в базу героев да и соответственно обследование ходить так смотрим на почту что у нас на почте на почте нам достался мешок охотника тоже хорошая вещь сейчас мы посмотрим что там в этом мешке бывает это нужно зайти сюда вот в рюкзак вот он мешок можно несколько их насобирать и использовать тоже он открывается и тут вот всякие вот видите биокапсулы есть ускорение учебники и так далее в общем полные ништяки ну и опять же можно использовать всякие штуки нам еще пришла почта прям ух здесь реально можно столько всего делать прям красота еще один мешок я не буду его уже открывать друзья то что иначе я вам просто здесь буду тогда до завтрашнего вечера рассказывать часов на 10 короче я засаживаюсь и несколько часов здесь есть легко чуть делать на первых уровнях здесь можно вообще бесконечно делать потому что когда у вас уже становится ничего делать у вас уже подходит необходимость обградить вашу основную базу и там опять все по кругу идет так что вот так окей значит две книжки хорошие получили сейчас мы с вами посмотрим какие здесь еще чего нас активности есть кстати бойцы у нас видите раненые на час мы их лечить будем то что с двух боев пришли у нас здесь еще вот горит красная штука зовите шеф всех шеф у нас сообщение все плохо к нам приближается стадо зараженных вот черт веселый будет . так но и здесь тоже мы за прохождение вот этих заданий получаем всякие ништяки на маленьких уровнях маленькая выстоите выстроите выстоите оборону против волн зараженных такого мне друзей еще не было ну-ка перейти события это что-то новенькое для меня похоже события еще не челышев возвращайтесь позже ну ладно окей так нужно будет тогда выстоять эту оборону и если вы видели да вот здесь вот в конце по прохождению этого задания нам дадут опять три кусочки на вот эту золотую тетеньку 2 на основном учила но в общем очень прикольно получается все остальное мы получили после того как мы вот это вот задание пройдем мы получим помимо вот этих вот еще и вот это вот все ништяки так что у нас здесь есть еще еще у нас есть вкладка союз во вкладке союз у нас есть куча наборов есть здесь кнопка получить все нет кнопки получить все нет это я так понимаю что приходит вам от союза от вашего вот эти все ништяки ускорители всякие подарки и прочих или на там это улучшенные друзья есть стандартно ну давайте заберем все вот столько всего у нас получилось отлично это просто супер какой-то и опять возвращаемся сюда в союз здесь еще вот такие вот еще ускорители есть я прям даже уже не знаю есть у нас здесь ускорители строительства из ускорители исследования они со временем там пропадают короче ладно пусть пока купится пока мы хотя можно вот эти вот он использовать например для строительства лаборатории 5 часов 20 минут давайте попробуем все использовать все что у нас есть да ну вот два часа 20 минут получается будет достаточно быстро она строится возвращаемся опять в союз смотрим что у нас еще есть а по ускорителям здесь все понятно дальше пожертвованием важная тема значит здесь есть рекомендованные хрен с ним будем делать это вы тратите свои ресурсы периодически вас будут открываться вот эти вот увеличенные на каждую партию получаете какое-то количество но я не знаю как это называется мана не мана вот сюда вот она добавляется это вы делаете свой вклад в так вот нам сюда надо друзья сейчас всем покажу я извиняюсь что так рвана давайте вот сюда наверное я уже не успею да и он полностью забрал отряд ладно возвращаемся назад покажу я вам просто войну как можно участвовать в войне и прочие вещи так возвращаемся значит сюда пожертвовали жертвуя свои ресурсы клану вы получаете там опыт получаете вот такие вот серебряные монетки за которые потом можно будет всякие штуки приобретать полезные ну в общем это очень классная штука когда вы наберете вот такой таймер ведь и перезарядка идет можно потратить валюту которая за деньги я стараюсь не тратить но бывает иногда и есть смысл потратить одну точно не жалко здесь просто больше ресурсов дается а здесь вообще очень много иногда получается что вот эти полочки открываются за обычные ресурсы не за валюту валюту можно так принципе если экономите то можно только обычными ресурсами обойтись и в результате соответственно скилл улучшается вот этот вот текущий уровень плюс 10 к лимит госпиталя следующий уровень плюс 20 копы и таким образом вы делать хорошо и себе и другим все вот это вот предел если мы здесь захотим то можно его снять используя опять же вот эти капсулы я естественно этого делать не буду прождем 4 часа и потом нужно будет опять сделать свой вклад в общее дело вот эти монетки которые мы получаем за то чтобы сюда накинуть и вот эти монетки можно потратить в магазине это у нас вот здесь вот магазин что можно приобрести да ну вот у нас 155 тысяч то здесь разные скиллы вы можете сброс очков таланта приобрести смена имени то есть вам не нравится как какое у вас имя здесь можно вот за приобрести значит за некоторое количество здесь можно куски приобрести героев достаточно большие деньги и вот это вот количество это количество находящиеся у вас на складе есть центр снабжения здесь ваши руководители отсюда забирают за золото вот это золото да они отсюда покупают и добавляют вот в тот магазин для непосредственно обычных сотрудников так скажем членов клана да вот за серебро ну надеюсь здесь все понятно так что у нас еще есть с помощью таймерами мы с вами смотрели герой поддержки я вам тоже рассказал кстати за герой поддержки вы тоже будете получать вот эти вот монетки то есть вот смотрите нашего героя использовали и за 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 это соответственно мы можем получить монетки ну вот они сюда добавились то есть тоже правильно правильного герой сюда нужно поставить чем мощнее он тем будет лучше так дальше нам дали опять наборчик дали какой-то ну что ж такое то прям вообще ништяки какие-то мой предыдущий клан был вообще абсолютно неактивным я честно говоря очень жалею что то вступил и именно из-за него я чуть не бросил игру то есть когда у вас хороший активный клан это очень круто так нашим войскам нужна еда нет не нужно все до свидос дальше опять возвращаемся в союз и мысль моя вот была о чем о том что надо подобрать если будете подбирать себе клан альянс нужно подбирать чтобы он был активный вот смотрите у нас 55 человек сейчас может быть в клане и сейчас из них активно 11 и сейчас из них активно 11 это ну на мой взгляд хороший результат это значит что вы заходите и у вас достаточно большое количество активных союзников все время сейчас я пишу утром днем надо посмотреть сколько вечером вот и сразу скажу что у меня русскоговорящий клан это уже очень хорошо соответственно если какие-то вопросы или общение есть то по-русски ну если вы хорошо знаете английский или какие-то другие языки то конечно можете и вступать и в другие кланы но первый мой класс был интернациональный и толку от этого там помню только один был какой-то русскоговорящий то я с ним поговорить не смог я ему писал что он как-то меня игнорил так что общение там вообще никакого не было ну а здесь вот в принципе есть вот постоянно какое-то общение как видите здесь по чату у нас есть соответственно чат штата он блин помню еще про штаты надо будет рассказать здесь есть штат союза непосредственно вашего есть чат ударного отряда если вы стоите в какой-то группе и личный чат соответственно каких-то определенных людей с как с каким вы говорите можно договориться подробно об этом не буду друзья сами разберетесь иначе мы просто сейчас утонем во времени что я еще хочу здесь вам показать активностей неиспользованных осталось огромное количество я хочу вам показать войну но попасть туда мы наверное уже не сможем потому что они все места заняли да очень короче если кто-то из ваших сокланов показа объявляет войну вот например на кого-то там нападает там или на какое-то место нападает здесь у вас это высвечивается за вы заходите и если вот этот лимит у вас войск не запомнил вы можете сюда присоединиться ну соответственно здесь тоже есть лимит по количеству еще пять человек сюда можно добавить а шестого уже нельзя нужно увеличивать это и это делается соответственно в клановых всех делах вы вместе со своими друзьями идете о знаете что мы сейчас делаем на свою такую штуку сейчас делаем правда не знаю но попробуем значит смотрите мы сейчас какую-нибудь такую активность вместе с вами просто напросто начнем у меня есть вот такие странички мы можем вот так вот использовать сделать у нас создастся вот такая штука и мы еще сюда создадим рейд на пять минут и в поход все если вы видели там таймер был больше там можно было на пятнадцать на полчаса на час если у вас слабый клан то соответственно можно на долгое время все это делать но учтите что вот эта штука появляется на общей карте и видите и сюда рейд могут отправить не только ваши друзья но и соответственно ваши противники прийти и заоформить все это дело когда вы вот такую штуку создали здесь она у вас отображается вот здесь вот здесь идет общее время рейда ну и по идее вот к нам уже кто-то присоединился можно посмотреть соответственно ваша мощность это 50 наша ну и вот еще азимут присоединился у него 21 максимально в этот рейд может пойти 155 войск соответственно сюда еще могут добавить других бойцов ну и плюшки которые вы можете получить открывая эту страницу это можно почитать непосредственно на складе просто я вам показал что такое активность именно клановая таким же образом вы можете нападать на какие-то вот приохотничьи хижины можете нападать на какие-то отряды вот такие вот лагеря ученых можете нападать можете нападать на вражеские поселения тоже такое есть но тоже абы как на поселение нападать не стоит потому что нужно чтобы те кого вы будете грабить были достаточно богатыми потому что если вы их разграбить победите ваши войны погибнут но там брать нечего будет тогда смысл во всем этом никакого так дальше давайте посмотрим что у нас здесь еще есть я хотел вам показать как обыгрейдить героя в принципе здесь и так все понятно но для того чтобы про обыгрейдить нам нужно наверное еще получить какое-то количество вот этих вот частичек героя давайте отправим видите показывает рискованно но я думаю что навряд ли мы проиграем ну пусть будет кстати вот вы смотрите вы отправили он появился уже на общей карте и опять же киеву может кто-то зафармить вы тоже когда куда-то кого-то отправить смотрите что чтобы к ним до вас никого не отправили потому что ну если соседи вот отправят допустим вот отсюда человек решит его зафармить естественно он дойдет быстрее чем вы дойдете потому что вам придется ну вот сколько 13 секунд эти то есть имейте ввиду чтобы если на него идет какая-то такая линия другого цвета ну не ваша зеленого а там синенькая союзника либо беленькая то скорее всего зафармит до вашего прибытия хотя конечно вы можете посмотреть насколько далеко он находится так давайте посмотрим на почту что нам дали не дали нам кстати кусочков этих ну ладно хрен с ним не будем мы тогда значит судьбу испытывать зайдем с вами в героев вот сюда вот и попробуем проапгрейдить нашего героя каким образом значит смотрите у нас есть два кусочка которые мы получили с помощью такого рейда предыдущего мы еще три кусочка сделаем из вот этих вот фрагментов у нас получается что нужно количество кусков есть 5 из 5 и звездочки звездочки вот это самое дорогое для меня на текущий момент у у нас есть даже за запасом с небольшим и мы выбираем повышение ранга повышение ранга увеличивает как им сказал серого героя а когда мы перейдем сделаем еще один еще один переход с нам еще нужно две фиолетовые звездочки еще пять кусочков этого героя мы перейдем на следующий уровень на уровень капитана и здесь мы уже сможем улучшить вот 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 здесь вот видите повысьте военный ранг героя сможем вот этот тридцатый уровень поменять на ну по-моему тридцать пятый там какой-то или не знаю ну на какой-то более высокий обычно по три по прибавляется наверно 33 ну и соответственно он будет более мощным таким чуваком вот таким вот образом он героев и прокачивать в принципе вы можете кажется фокусироваться на каких-то других героях прокачивать их но тогда они будут постепенно у вас расти не знаю тоже такая интересная стратегия мне просто очень нравится выхлоп от повара от его огнемета он прям такой реально мощненький получается ну и кстати вот сейчас мы с вами улучшили звание подняли и у него видите он у него было где-то в районе 420 сила теперь стало 447 вот так вот все друзья наверное на этом я пока закончу если вам эта игра интересна ну и пожалуйста пишите я еще поснимаю по ней потому что играть то я в нее буду буду доходить здесь максимальный уровень тридцатый сейчас я только на семнадцатый перешел и кстати вот рейд идет сейчас с рейда мы вернемся посмотрим что у нас на рейде получилось и наверное после этого закончим потому что блин сколько времени я пишу а сколько я всего вам еще не рассказал друзья это просто какой-то кошмар в общем здесь реально можно посидеть посмотреть здесь есть толк от клана тем что вы всем кланом складываетесь и усиляете его здесь есть клановые строения о которых я еще и вам тоже не рассказал вот например есть вот такой вот гарнизон здесь есть какие-то активности события про которые мы тоже с вами еще не рассказали ах да я же вам обещал еще рассказать про карту здесь есть карта штата где находится вот эти вот все замечательные вещи и на которые тоже нужно устраивать рейды и здесь есть еще помимо всего прочего есть здесь лидер штата здесь можно перейти в другой штат в общем друзья здесь столько работы столько всего интересного что я просто даже не знаю но зачем все это закончить давайте посмотрим как мы провели рейд с вами я так думаю что наверное результаты у нас уже есть пришло на почту да охотничья хижина и друзья ооо отлично я даже не надеялся на это мы с вами набрали кусочков для того чтобы приобрести следующего героя мы возвращаемся с вами в поселение и вы будете присутствовать при торжественном моменте наверное это будет последний герой которого я смогу здесь приобрести потому что все остальные я так понимаю приобретаются либо по каким-то акциям которых сейчас нет либо за денежку но этого мы приобретем вместе с вами я шел 14 дней для того чтобы его получить но это просто из-за того что у меня был не очень удачный клан итак вот мы набрали 10 кусочков даже за запасом из 10 на этого героя нажимаем кнопочку найти и у нас появляется еще один из героев нажимаем для продолжения он в нашем отряде он у нас сейчас самый-самый слабенький первого уровня ну и собственно вот здесь вот я могу вам показать что как будет работать значит для прокачки здесь нам нужны учебники по тактике их у нас много этого добра главное они я так понимаю что безгрейдовые но в том смысле что общие для всех типов героев и для синеньких и для фиолетовых и для золотых сейчас мы его докачаем наверное до 20 уровня дойдем и дальше уже потребуется нам все плюшки которые я вам рассказывал до этого ну вот по крайней мере вы представляете как это будет работать ну естественно этот герой на 20 уровне он будет очень слабенький естественно вы если вы где-то там в начале прохождение всей своей эпопеи вы вполне можете удовольствоваться таким героем вот все чтобы использовать повысить военный ранг героя ну и соответственно военный ранг мы даже можем в принципе использовать но я уж очень дорожу вот этими звездочками кстати в начале видите все по одной звездочке требуется поэтому я их отложу для своего любимого толстячка здесь можно посмотреть опять же скиллы какие есть навыки размещают в указанном месте пять штук между медвежьих капканов попавшие в ловушку зараженные не смогут двигаться атаковать в течение двух секунд ну тоже интересная тема кстати его тоже можно прокачать он относится к значит у нас это заграждение которое ставит это аналог получается вот этого нашего героя который ставил бочки там всякие с краской и есть вот такая девчуля тоже она прикольно на сетке ставит ну и вот это вот девчуля которая с собакой тоже прикольно справляется в общем друзья игра мне нравится но мне нравится стратегии военные экономические все а здесь есть все я буду играть в нее очень долго ну пишите понравилась вам игра или не понравилась хотели бы в нее поиграть не хотели бы а если уже играете тоже пишите о своих впечатлениях но сразу скажу что донатить не стоит всем пока пока всем пока 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 все